Продолжая тему экономии электроэнергии, в марте этого года президент страны наравне с членами правительства принял согласованное решение о том, что энерготарифы на Дальнем Востоке будут выровнены до среднероссийского уровня за 2-3 года. Начинается новый отопительный сезон, а цена растет. Что даст выравнивание и когда потребители дождутся нормальных цен, узнал Александра Охлопкова. Рост стоимости электроэнергии для населения обусловлен в первую очередь необходимостью ликвидации перекрестного субсидирования. Это такая экономическая ситуация, при которой рядовой потребитель платит в меньшей реальной стоимости, а промышленные предприятия доплачивают за население. Между тем, в последние годы крупные компании, которые пользовались якутской электроэнергией, перешли на закуп у оптовых поставщиков. Поэтому их груз, доля распределяется и от этого и идет рост цен на потребление электроэнергии. Крупные потребители на Южном энергетическом узле уходят, полезный отпуск падает, соответственно, затраты якутской энергии остаются неизменными и это все приводит к очередному витку увеличения тарифов. Когда эти потребители уходят от якутской энергии, они перестают нести так называемое перекрестное субсидирование, то есть они перестают нести нагрузку содержания локальных дизельных электростанций в северной части нашей республики. По данным ФАС и Минвостокразвития, в регионах Дальнего Востока тарифы будут снижены на величину от 5 до 65%. Рост тарифов для конечных потребителей и остальной части России в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока не превысит 1,3%. Дополнительную финансовую нагрузку должны взять потребители европейской и западно-сибирской частей страны. В республике Саха-Якутия средний тариф составляет 6,5 рублей за киловатт-час, 7 рублей за киловатт-час. Значит, в среднем по России он где-то от 3 до 3,5 рублей за киловатт-час. У нас локальная энергетика перекрестка, она превратится в большую перекрестку с Российской Федерацией. Раньше за северных потребителей платили вся республика, а теперь будет платить вся Россия. 6,8 миллиардов распространялось на всех потребителей республики. Теперь все потребители России будут платить эти 6,8 миллиардов. У нас 1 миллион человек живет, а там 140 миллионов, в остальной России. То есть эти 6 миллиардов просто там даже не почувствуют. По оценке специалистов Якутия Энерго для обравнивания тарифов республике потребуется 14 миллиардов рублей только за этот год. Но при этом существенно уменьшится расход наших предприятий примерно на 7 миллиардов рублей. При реализации закона, я думаю, предусмотренный, соответственно, какой-то график, временной лаг, в течение которого тарифы будут снижаться одномоментно. Я думаю, что их не понизят сразу. А в каком-то периоде это будет, в каких-то периодах регулирования это будет все-таки присутствовать. Что нужно сделать? Ну, все вроде бы сделано. Осталось только принять закон. Силами якутских энергетиков местного и федерального правительства идет работа по оттачиванию механизмов проекта. Напомним, что срок исполнения поручений назначен на 1 января следующего года. Александра Хлопкова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.